Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. И особенный привет, конечно же, всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире через Периспук. Ну что ж, наша задача вернуться, конечно же, на финансовые рынки и осветить в целом тот фундаментальный фонд, с которым мы имели дело вчера. Безусловно, с самого начала я говорил то, что нас ожидает событие, которое по масштабам может оказаться даже событием, даже не только по факту десятилетия, но и с точки зрения, опять же, реализованной волатильности. Это уже говорим, поскольку знаем, что было вчера, наверное, были избыточными ожиданиями, но они имели место бытия. Да, мы не увидели того, что хотели. Мы не увидели только с точки зрения динамичности движения, с точки зрения волатильности. Но самое главное, мы получили еще один сигнал, который указывает на то, что наши с вами выбранные тренды, они сохраняются. И, соответственно, валютные активы, тандемы, дуэты и не только валютные активы будут продолжать двигаться, скажем, в русле тех трендов, которые мы с вами обозначили и в направлении которых мы смотрим. То есть, ключевое событие заседания ФРС, фактическое решение, мы его сейчас детально разберем. Ну и, конечно же, посмотрим, что, исходя из этого, стоит ожидать от динамики доллара в дальнейшем. Давайте все-таки не будем нарушать наш привычный сценарий. Ну да, понимаю, событие серьезное. Может быть, из-за него стоило бы начать сегодня с оценки американского, опять же, доллара с точки зрения динамики. Но у нас есть уже привычный, скажем, сценарий, и я предлагаю его придерживаться. Сегодня мы начнем, как и всегда, с нефти. Если посмотрим сейчас на актуальные котировки, сейчас бренд торгуется в районе 37.20, лоу вчерашнего дня 37.18. Я даже допускаю то, что вот за последние несколько минут бренд реально мог просесть даже к минимуму вчерашнего дня. Говоря про перспективы нефти, мы знаем то, что бренд реальный аутсайдер. И по факту вчерашней торговой сессии можно добавить, опять же, к тем идеям, которые мы закладываем в качестве возможностей и оснований для ослабления бренда, да и WTI, тоже углеводорода в целом, еще три серьезных фактора. Во-первых, это одобрение Конгрессом США возможности снятия ограничения на экспорт нефти из США, ограничение которое действовало 40 лет. И если действительно это будет так, то я думаю, что нам нужно готовиться уже прямо сейчас к новому витку нефтяных войн на глобальном экономическом рынке. И если где-то среди, скажем, оптимистов в отношении перспектив нефти были еще позиции того, что в 2016 году могут быть созданы основания, вследствие которых будет восстановлен баланс между спросом и предложением. Ну, может быть, экономика начнет мировая выздоравливать, ну или, скажем, ключевые производители ОПЕК США и Россия будут постепенно снижать объемы производства в попытке достигнуть какого-то солидарного решения и солидарной цифры, которая будет направлена на стабилизацию рынка энергоресурсов. Но сейчас мы понимаем то, что если такие инициативы рассматриваются в рамках США и если фактически эти решения будут приняты, если эти ограничения будут сняты, значит на рынке появятся колоссальные новые объемы. Это просто гиперизбыточное предложение. И если это произойдет, то я думаю, что подобная позиция Соединенных Штатов Америки может стать настоящим вызовом для ближневосточного картеля, который уж ни под каким предлогом не будет снижать не только даже квоту, но и фактический объем производства, а будет продолжать увеличивать. Потому что для них ключевой посыл это по-прежнему сохранение собственной доли на рынке энергоресурсов и при появлении потенциального, скажем, игрока нового уже на внешних рынках новые угрозы. Я думаю, что мы увидим совершенно новые планки по фактическому производству. Поэтому я уже вас заведомо готовил к тому, что не стоит даже сейчас обращать внимание на ту квоту, которая действует 30 миллионов баррелей в сутки. Фактически объемы уже 31,7, но поскольку мы уже говорим про США, мы знаем то, что Иран также не собирается снижать объем производства, точнее не собирается отказываться от того концепта, той инициативы, которая направлена на возможность увеличения поставок и задействия всех производственных мощностей после снятия финансово-экономических санкций. А поэтому фактически объемы производства могут превысить 33 миллиона баррелей в сутки уже к середине 2016 года. И разумеется, Brent вынужден будет отступать к новым локальным минимумам и я думаю, что это будут минимальные уровни не только с 2009-2008 года. Brent реально сохраняет потенциал для еще более серьезной разгрузки. Это первый фактор. Второй момент. Запасы нефти в США. Официальный отсчет буквально за несколько часов до ФИД резерва. И по факту запасов нефти в рамках Соединенных Штатов Америки у нас новая статистика, которая указывает на то, что запасы поползли вверх. Плюс 4,8 миллиона против прогноза сокращения на 1,85 миллиона. Значит, у нас была оценка API, у нас есть уже новый формирующийся, будем так думать, тренд. И если он сохранится, на следующей неделе мы будем вооружены еще дополнительным фактором для разгрузки позиций энергоресурсов. Сейчас о статистике большое спасибо, потому что для нас это хорошая предпосылка, чтобы для тех, кто в рынке сейчас, не отказываться от той идеи, которая направлена на засолку Brent, но для тех, кто еще пока думает, смотрит, присматривается к рынкам, ищет уровни для последующих продаж, я думаю, что мы найдем непременно эти значения. Ну и третий фактор, конечно же, уже фактическое решение Федеральной резервной системы, которое направлено на повышение как-то срочных процентных ставок впервые за 10 лет. Ставки повысили на 25% пункта, соответственно, фактическая ставка 0,5% и ужесточение монетарной политики, мы уже видим, приводит к росту американца. А усиление позиций и укрепление курса американской валюты – это негативный фактор для стоимости сырьевых активов, чьи цены номинированы, опять же, в баксах. Получается, что сила доллара создает серьезную угрозу, опять же, для стабильности цен на сырьевые активы, и продолжение вот этого восходящего ралли будет и дальше теснить Brent еще ниже, более низким значением. Третий фактор получается. То есть, вчерашняя торговая сессия, даже перед тем, как мы уже тотально перейдем сейчас к ФРС, была очень интересной и для бренда, и поэтому, собственно, он торгуется на своих минимальных уровнях. Я думаю, что есть вероятность сходить еще ниже. Но пока я предлагаю все-таки еще немного потерпеть. Давайте дождемся все-таки окончания этой недели. Я ориентирую вас на то, что сначала мы подождем ФРС, и потом уже поищем уровни. Но что-то вот подсказывает мне, что локально мы сейчас сможем столкнуться с парочкой бычьих свечей. И эти бычьи свечки смогут отправить локально Brent к ближайшему сопротивлению, и вот от этого сопротивления мы уже и будем дальше отталкиваться, чтобы занять сел по более комфортному и привлекательному уровню. Поэтому, с вашего позволения, еще терпим четверг, пятница, в понедельник, соответственно, вернемся к оценке перспектив бренда. Рубль. Актуальная котировка 70,54. Если тут же конвертнем стоимость барреля в российском эквиваленте в рублях нефти, получается, что при текущей котировке на премаркете и, соответственно, актуальной цене, получается, что баррель нефти стоит 2600 с небольшим рублей. Это крайне низкая цифра. Очень, скажем, незначительная величина, которая указывает на серьезную нагрузку на федеральный бюджет России. Значит, ну, честно говоря, 2624, мне кажется, это одно из минимальных значений, которые мы наблюдали за последние несколько месяцев. И, значит, логичный вывод. Рубль нужно девальвировать, и никуда от этого не деться. Поэтому мы сейчас ни в коем случае не ищем какие-то уровни для потенциального укрепления российской валюты, потому что в случае возобновления прежнего ралли по бренду рубль также начнет активно терять. Тем более, что мы видим, как даже в рамках одной торговой сессии российская валюта может лишиться приличной части собственной стоимости. Наша цель по-прежнему. Тестируем сопротивление 71. Я думаю, что, скажем, такими стараниями мы сможем легко добраться даже до уровня 72 в самое ближайшее время. Если, конечно же, ситуация на рынке энергоресурсов не изменится. Далее идем. Европейская валюта. Да и тут можно, в принципе, плавно поговорить и про доллар-японскую иену, потому что в целом понятно, что, говоря сейчас про евро, нужно прежде всего отталкиваться от вчерашнего решения Федеральной резервной системы. Еще раз отмечу, что торговая сессия была действительно довольно интересной. Даже по факту ожиданий мы видели то, что на рынке присутствовали игроки. Было достаточно много интереса к трейдингу, потому что все предвкушали серьезную волатильность. И вы прекрасно знаете то, что волатильность – это хорошая возможность для извлечения прибыли. События десятилетия. Ну, по статусу, точнее даже по такому фактическому статусу, да, это события десятилетия. ФРС повысила какосрочные процентные ставки впервые за последние 10 лет. Но вот говоря объективно, я думаю, что позапрошлая, скажем, позапрошлого четверга решения со стороны ЕЦБ – это более серьезное событие. Потому что там мы реально увидели движение, которое позволило нам прикрутить к динамике евро-доллара статус, либо фактическое даже свидетельство черного лебедя. Пока от ФРСа мы этого не дождались, но ни в коем случае не нужно в связи с этим негативить. Я думаю, что ФРСу нужно сказать большое спасибо. ФРС – молодец, Джанет Еллин. Большая молодец, но, конечно же, еще больше молодцы это мы, потому что мы знали то, что будет с долларом. Мы, по крайней мере, делали ставку объективно на то, что доллар должен укрепляться. А вот рисковые инструменты вынуждены сдавать в связи с этим. Мы сейчас, благодаря ФРСу и Джанет Еллин, мы получили, по сути, те тенденции, которые сейчас продолжают развиваться. Будем надеяться, что никаких форс-мажоров рыночных сейчас не произойдет. И мы планомерно будем снижаться к тем среднесрочным ориентирам, которые вы выставили ранее, и до которых мы непременно доберемся в самое ближайшее время. Отмечу также, что перед тем, как мы переключились на ФРС, это событие позднего вечера, у нас было еще одно очень серьезный макроэкономический повод и отчет. Это данные по инфляции в рамках еврозоны. И европаника, в принципе, она началась, опять же, до ФРС и по факту публикации данных по индексу потребительских цен. Почему? Потому что мы знаем, что сейчас инфляция – это ключевой фактор, от которого в рамках валютного блока отталкиваются европейские центральные банки, принимая решения по изменению денежно-кредитной политики. То, что мы увидели через фактические цифры, здесь, я думаю, радоваться нечем. Ну, годовой показатель пусть подрос, но месячный эквивалент, посмотрите, сейчас уже ушел в зону дефляции. И я думаю, что локально как раз это и есть отражение тех рисков, которые присутствовали в связи со снижением цен на энергоносители. И эти риски будут дальше создавать нагрузку на этот показатель. Если инфляция продолжит снижаться, а при сохранении понижательного тренда на рынке углеводородов это будет именно так, значит, на рынке снова начнут появляться прежние тренды, которые предполагают возможность ослабления, серьезного ослабления европейской валюты. Потому что мы будем предвкушать более агрессивный выкуп активов со стороны Европейского Центрального Банка. И сейчас уже, говоря по факту цифр, по факту отчета, мы прогнозировали то, что это непременно произойдет уже ранее. Но сейчас видим то, что вроде бы как благодаря статистике все складывается в пользу того, что ИЦБ задействовал бы эти дополнительные шаги. Думаю, что в первый квартал мы уйдем с этим фоном и, опять же, только ожидания этого вербального характера будут создавать для нас хороший стимул для того, чтобы дальше распродавать европейскую валюту. После этого, конечно же, трейдеры полностью переключились на ФРС, дождались ставку. Ставку, как я уже отметил, повысили на 25% пункта до 0,5% впервые за последние 10 лет. Локальная реакция. Мы видели самые настоящие качели, когда 100 пунктов почти вниз, 100 пунктов вверх, потом опять вниз. Но мы не увидели такого прям сногсшибательного эффекта от ставки, на который надеялись. Честно говоря, вчерашнее решение по изменению параметров денежно-кредитной политики, то есть по нормализации денежно-кредитного курса, было с точки зрения влияния на рынок сродни с Non-Farm Perils. То есть обычная динамика в рамках 100 пунктов. Ну, я ожидал, конечно же, большего, но еще раз отмечаю, не вижу ничего плохого в том, что мы не увидели, скажем, более повышенной волатильности, более резких движений, особенно в ту сторону. Не вижу, потому что самое главное, что рынок пошел в том направлении, которое нам необходимо. Что касается дальнейших ожиданий. Процентная ставка явно начала меняться. Мы получили первый шаг, и этот первый шаг был сделан довольно-таки решительно, хотя мы надеялись увидеть такое изменение еще ранее. Хорошо, что это случилось до конца этого года, потому что это полностью уже выкладывается в тот концепт, который определила Джанет Елен, что необходимо постепенно ужесточать монетарную политику. Поскольку резкое ужесточение в будущем может быть чревато какими-то негативными последствиями для национальной экономики. То есть постепенные шаги, они так и будут размеренно разгонять процентную ставку на протяжении ближайших, я думаю, трех лет. Потому что по плану ФРС поднять краткосрочные ставки до 3,5%. Сейчас у нас полпроцента, и я думаю, что в 2016 году мы с вами увидим четырехкратное повышение процентной ставки под 25 базисных пунктов. И соответственно 4 по 25 это 1%, плюс к текущему 0,5%. Поэтому в 2016 год мы сможем закрыть уже с процентной ставкой в 1,5%. Значит, если все будет складываться таким образом, вероятность этого очень высока. Доллар уже сейчас получил серьезную предпосылку для того, чтобы сохранять за собой вот этот лидирующий статус и протащить его в перспективе всего следующего года. Поэтому распродавать американца мы сейчас точно не будем, потому что видим сейчас достаточно оснований для того, чтобы долгосрочно по-прежнему ориентироваться на более высокие ценовые значения. И мы непременно по той же самой паре доллара и японская иена доберемся до уровня 125. Да это вообще даже ближайший, скажем, перевалочный пункт, на который мы можем оказаться в перспективе там месяца. Дальнейшие цели будут еще выше, потому что здесь в игру вступит уже очевидный контраст монетарных политик. Потому что ужесточение в США это уже совершившийся факт, а в рамках Банка Японии мы продолжаем готовиться к дополнительным мерам экономического стимулирования. И ссылаясь на многие ориентиры со стороны ряда инвестиционных банков, маячит, скажем, очень высокая цель по паре USD иена. Даже выше 135 иен за 1 доллар. Чисто теоретически можем сходить и туда, но крутовато, конечно же, но смотрим все-таки наверх. В частности, вчерашнее решение по ставке ФРС сразу же разогнало доходности американских трежерис облигаций двух лет, тем вовсе завалились за 1% пункт. И, в принципе, это положительная тенденция, этот рост оказался максимальным за последние 5 лет. Поэтому спрос будет и дальше повышенным и, опять же, повышение доходности американских трежерис при сравнении с облигациями других рынков будет создавать еще больше спекулятивный интерес в отношении американца и также подталкивать курсы американской валюты. После ставки состоялась конференция Джанет Хеллен, где она очень много комплиментов сделала в адрес, соответственно, и рынка труда, и рынка недвижимости, и динамики роста зарплат, и инфляции. В частности, по сути, говорила теми самыми фразами, которые используем мы, что сейчас инфляция – это следствие низких цен на энергоносители, но ситуация будет меняться. И в перспективе, скажем, двух лет показатель по индексу потребительских цен сможет легко забраться выше 1,5% и подстегивать этот рост будет еще повышением, соответственно, доходности, точнее, роста зарплатных плат, что в целом будет положительным для национальной экономики. То есть, ни одного негативного комментария. Одни положительные ожидания, направленные на еще большую, на еще больший прогресс в указанных секторах, недвижимости, рынок труда, и ожидания, опять же, восстановления цен на энергоносители, но здесь я немного с ней не согласен, но все-таки давайте говорить ее словами. Эти ожидания могут стать причиной неплохого разгона уровня инфляции, что в целом, наверное, поддержит этот самый тренд по дальнейшему расточению монетарной политики. В целом, по ФРС услышали то, что хотели, как я уже отметил, значит, получили очень неплохой драйк для роста доллара. Будем дальше руководствоваться этим стимулом, потому что видим, действительно, что позиция голосующих членов была солидарна. Все проголосовали за необходимость повышения процентной ставки. Это хорошо, скажем, потому что явно указывает на то, что я не просто так каждый брифинг делал акценты до этого на комментарии высокопоставленного монетарного руководства. Помните, Локарт, Дадли, Вильямса, Фишер. Мы, по сути, детально анализировали комментарии каждого из них и пришли даже ранее фактического решения к пониманию того, что в рамках ФРС будет все-таки, опять же, единственное мнение, направленное на необходимость нормализации денежно-кредитной политики. Поэтому ждем еще большего роста доллара, ждем закрепления парой USD на высший уровень сопротивления 125, что касается европейской валюты. Здесь ожидаем еще больше ослабления. Для среднедлагосрочных трейдеров снова ориентируемся на уровень 1.05. Что касается краткосрочных трейдеров, можно замахнуться, скажем, на идею селстопа с уровня 1.08, тейк-профитом 1.05 и, соответственно, стоп-клоссом 1.09. Ведь она краткосрочная идея, которая может стать среднесрочной, потому что здесь, я думаю, что у нас уже есть достаточно оснований, чтобы верить в коррекцию европейской валюты даже до уровня 1.05. Хочу также отметить еще британскую валюту. Вчера перед решением ФРС у нас был целый блок макроэкономических данных по рынку труда Англии. В целом безработица снизилась, по сути, сейчас секундочку точно скажу, с 5, соответственно, 3% до 5,2%. И вроде бы как реальный прогресс на рынке труда. И он должен был бы стать триггером для роста фунта. Но я ориентировал вас на то, что нужно, прежде всего, посмотреть за динамикой роста зарплат, потому что этот отчет влияет на уровень инфляции, а низкая инфляция – это ключевая проблема Англии на текущий момент. И с точки зрения зарплат здесь больше негатива, потому что зарплаты как с учетом премии, так и без них просели, что указывает на сохранение рисков дефляции, да и плюс еще цены на энергоносители сыпятся вниз. Думаю, что дальше мы увидим более низкие значения и еще больший прессинг, который будет оказан на британского конкурента. Хочу сразу отметить то, что если кто-то из вас переживает, что после ФРС рынок теперь безидейный, на нем нет серьезных событий, новостных поводов, которые стоит ожидать, на которые стоит ориентироваться и готовиться, вы не правы. Хочу отметить, что есть, потому что по ЕЦБ мы ждем более агрессивный выкуп активов, расширение программы количественного смягчения на 10-15 миллиардов евро в месяц. И это, соответственно, ожидание уходит у нас на первый квартал 2016 года. Что касается ФРС, у нас, по сути, заряженный год, где мы с нетерпением будем ждать следующих шагов по дополнительному ужесточению монетарной политики. И по фунту у нас уже можно начинать готовиться к возможному референдуму по факту выхода из состава, соответственно, Европейского Союза. Если это произойдет, то на фунты уже будет оказано и политическое давление, которое непременно отправит его к еще более низким ценовым значениям. Что касается текущих рубежей, 1.4950 актуальная котировка, мы оказались в продаже с уровня 1.51 через селл-стоп, тек-профит у нас 1.49, стоп-лосс 1.5170. Ну, я предложил подтянуть стоп-лосс до уровня 1.5150, хотя уже в целом, наверное, можно снизить его и до значения 1.51, то есть вывести сделку в район без убытка. Минимальное значение вчерашнего дня 1.4922 чуть-чуть мы не дотянули до профита, но я думаю, что торговая сессия эта и пятничная у нас еще впереди, и есть вероятность резонанса еще от события ФРС, от решения ФРС. И если этот резонирующий эффект будет продолжать сказываться на динамике фунта, и еще и прежний фундамент, соответственно, то мы сможем добраться до нашего профильного ориентира. USDCAD – обновление 11-летнего максимума. Я вчера вам предложил прямо с текущих уровней поднимать эту пару, покупать, потому что мы оцелимся уже в район 1.40. Если кто-то из вас воспользовался этой идеей, уже, по сути, в профите на 100 пунктов, потому что актуальные котировки сейчас 1.3796. Но мы все равно ориентируемся на возможность еще 200 пунктов вверх, и уверен, доберемся и до уровня 1.40. Австралиец, новозеландец слабеют. Понятно, это давление со стороны доллара, ну и вроде бы как трейдеры обращают внимание на ту слабость, которая, опять же, характеризуется и со стороны национальных экономик. Мы об этом также уже очень много говорили. А вот USDCAD – это, соответственно, наш ориентир 0.70. Сейчас котировка 0.7178. NZD USDCAD – то есть новозеландец против доллара. Актуальность котировка 0.6733, но мы ждем о снижении в районе 0.65. И еще хотел сказать про пару USDCAD с ВИСИ. У нас была идея байстоп с уровня 0.9950, тэк профит 1.01, стоп лосс 0.99. Актуальная котировка 0.9955, то есть мы уже в этом ордере. Те, кто еще не вошел в эту сделку, есть возможность сделать это сейчас, потому что мы ожидаем еще более серьезного роста американца против швейцарской валюты. Собственно, на этом все. Важнейшие события сегодняшнего дня. Здесь стоит отметить роличные продажи по Британии в 12.30 по московскому времени и заявки на пособие по безработице в 16.30. А заявки – это, соответственно, Соединенные Штаты Америки. Думаю, что по Англии больше стоит ориентироваться на негатив. А вот что касается заявок на пособие, здесь, наверное, еще одна дополнительная поддержка для доллара. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube, ну, либо писать в специальный аналитический раздел нашего форума, форума «Аммаркетс». И не забывайте о том, что до конца этого года мы по-прежнему предлагаем неплохой бонус на пополнение на уровне 0,26%. И тем не менее...